приветствую дорогие друзья с вами опять я пастор владимир дзюба и как всегда есть желание делиться словом господним 1 петра 3 глава 9 стих пётр говорит не воздавайте злом за злу или ругательством за ругательство напротив благословляя зная что вы к этому призваны чтобы наследовать благословение знаете в нашей жизни есть разные ситуации и временами есть моменты когда в нашу жизнь приходит зло и это зло оно приходит от людей к сожалению мы живем в этом мире и не у всех людей вера и не все ходят и живут слове господним и временами это то что в нашу жизнь кто-то приносит зло и вот возникает здесь вопрос каким образом поступить у нас всегда есть выбор или ответить злом на зло если это может кто-то принес какую-то информацию или сделал что-то в отношении нас негативно и мы стоим перед выбором как поступить я вам хочу сказать поступите по слову господним это то о чем говорит апостол пётр не воздавайте злом не отвечает не воздавайте злом на зло или ругательством на ругательство сколько раз в нашу жизнь звучит какая-то клевета сколько раз нашу жизнь звучит какие-то вещи которые пытаются нас обидеть пытаются нас разочаровать но слово оно дает руководство для нас если мы желаем сегодня быть послушными богу если мы сегодня желаем угодить господу слово нас призывает к тому чтобы мы не воздавали злом на зло или ругательством на ругательство что необходимо сделать положить руку нас на свои уста говорит она напротив но напротив благословляйте знаете сегодня способность благословить кого-то даже своими устами это удел сильного человека я верю что верующие люди у которых ум христов это сильные люди почему во первых они имеют понимание что необходимо делать а второе они имеют способность от духа божьего это это совершать поэтому говорит благословляйте если вы сегодня стоите в то в своей жизни в такой точке когда вашу жизнь приходит какое-то зло и вызовет как мне поступить я не хочу выглядеть слабыми не хочу выглядеть каким-то ущербным я должен дать ответку остановись а наоборот скажи я благословляю тебя ты сам до конца не знаешь ты сам до конца не ведаешь что что ты творишь поэтому важно помнить о своем призвании мы сегодня очень часто рим мы я призван я призван но возникает вопрос к чему я призван я призван к тому чтобы исполнять волю господню я призван к тому чтобы благословлять и павел дальше говорит для того чтобы наследовать благословение не воздавайте злом не воздавайте ругательством народ на ругательство благословлять для того чтобы наследовать благословение пусть бог благословит вас в этом дне пусть покров господин он прибудет с вами во имя иисуса